Ведущая передачи Уголовный процесс Здравствуйте, уважаемые зрители! Позвольте представить вам нашего сегодняшнего приглашенного гостя Анну Васильевну Кудрявцеву, доктор юридических наук, судья Санкт-Петербургского городского суда, профессора кафедры уголовно-процессуального права северо-западного филиала Российского государственного университета правосудия. Анна Васильевна, здравствуйте! Здравствуйте, Софья! Спасибо, что пригласили. Очень интересно будет с вами совместно обсудить какие-то очень важные вопросы. В журнале «Уголовный процесс» номер 5 за 2023 год вами была опубликована статья «Право потерпевшего на эффективное расследование содержания и механизмы реализации». Будьте добры, пожалуйста, расскажите нашим зрителям, о чем эта статья. Основная проблематика, которая вам не вскрыта в статье. И вообще, какие трудности возникают у судов при защите прав потерпевших. Ну, в первую очередь, в этой статье мне хотелось показать права потерпевшего на досудебных стадиях уголовного судопроизводства. Я попыталась раскрыть их через понятие права потерпевшего на эффективное расследование. Надо сказать, что право потерпевшего на эффективное расследование и, собственно говоря, и разрешение тоже уголовного дела является составной частью международно-правового принципа доступа к правосудию и судебной защиты прав и интересов гражданина. В судебных стадиях и право на эффективное разрешение уголовного дела, на мой взгляд, более проработано в законодательстве, в практике и защищено не только нормами уголовного процессуального права, но и постановлением пленного Верховного суда об участии потерпевшего в уголовном судопроизводстве. И гораздо больше проблем, и на практике в том числе, возникает при реализации прав потерпевшего на досудебных стадиях, и это не случайно, потому что долгое время даже на международно-правом уровне признавалось только право потерпевшего на возмещение ему ущерба, причиненного преступлением. И только, наверное, пожалуй, после принятия декларации основных принципов правосудия для жертв преступлений в 1985 году потихонечку стало признаваться право потерпевшего не только на возмещение вреда, но и на участие в судебных и административных процедурах для защиты своих собственных интересов. Надо сказать, что огромный вклад в расширение прав потерпевшего на досудебных стадиях внес наш Конституционный суд Российской Федерации. В частности, очень важно его определение от 18 апреля 2006 года, оно, как всегда, об отказе в принятии жалобы, но там высказана правая оппозиция, в соответствии с которой интересы потерпевшего в уголовном судопроизводстве не могут быть сведены исключительно к извещению, причиненному ему вреда. Они связаны с разрешением вопросов о доказанности обвинения, его объеме, применении уголовного закона и назначении наказания, что предполагает потерпевшему предоставление адекватных процессуальных возможностей для их отстаивания. То есть потерпевший имеет право участвовать в предварительном расследовании и возбуждении уголовного дела. Но это право не беспредельное, сразу хочу сказать. Оно может быть ограничено опасностью разглашения данных предварительного расследования. Предварительное расследование у нас все-таки тайное, и разглашение некоторых сведений может повредить не только самому расследованию, но и правам самого потерпевшего и обвиняемого подозреваемого. Поэтому право вмешиваться и получать информацию о ходе расследования потерпевший может только с разрешения государственного органа должностного лица, который ведет соответствующее предварительное расследование либо следователя, либо доставателя. Казалось бы, возникает вопрос, зачем потерпевшему участвовать в предварительном расследовании. У него есть право ознакомиться со всеми материалами дела по окончании предварительного расследования, и впоследствии он достаточно эффективно может защитить свои права, в том числе и в ходе судебного разбирательства. Но оно не все так просто, потому что не всегда возможно восстановить упущенные возможности на получение информации о защите своих интересов на стадии предварительного расследования уже в стадии судебного разбирательства. И надо сказать, что вот эти права потерпевшего получать информацию о ходе расследования и, соответственно, влиять как-то на расследование были внесены или получили свое закрепление в стадии 42 в пункте 13 только в 2013 году. Да, эти права прямо закреплены не были, что, в общем-то, порождало такую неоднозначную и следственную, и судебную практику по реализации прав потерпевших. Но опять-таки после вышеназванного мной решения Конституционного суда началось постепенное расширение прав потерпевших. И вот пункт 13 у нас теперь предусматривает достаточно широкий объем прав потерпевшего. Ну, в частности, потерпевший, я напомню просто слушателям, потерпевший в праве знать о предъявленном обвиняемом обвинении получать копии постановления о возбуждении уголовного дела о признании его потерпевшим, об отказе в избрании в отношении обвиняемого мероприятия в виде заключения под стражу, о прекращении уголовного дела, о приостановлении производства по уголовному делу направления уголовного дела по подсудности и еще, я добавлю еще, по подследственности. Потому что у нас существует, вот кроме этой общей нормы, еще существуют специальные нормы в уголовно-процентальном кодексе, в котором при регламентировании конкретных решений, принимаемых следователем, иногда говорится о том, какие решения в обязательном порядке должны направляться потерпевшему. Обязанность закреплена напрямую в законе только в отношении уведомления о принятии заявления о преступлении, восстановления прекращения уголовного дела, о назначении экспертизы. И надо сказать, что здесь у нас к нам на помощь, как ни странно, приходят ведомственные нормативные акты. И вот в ведомственных нормативных актах, в частности, закреплена обязанность направить потерпевшему о передаче дела, например, по последственности в другой орган. Вот напрямую в УПК она не закреплена, а зато она закреплена в ведомственном нормативном акте. Если говорить о праве потерпевшего на эффективное расследование, уголовного дела, то в первую очередь этому праву корреспондирует обязанность должностных лиц рассматривать все ходатайства потерпевшего, в том числе и о предоставлении определенного вида информации, которая затрагивает его интересы. Здесь существует общее правило. Если потерпевший заявляет ходатайство о предоставлении ему определенного документа, и следователь удовлетворяет его, он ему просто предоставляет, если он отказывает, то в этом случае он должен вынести мотивированное постановление с указанием причин. Но мне кажется, здесь причиной может быть только одна возможность, нежелательная возможность разглашения данных предварительного расследования. Других оснований для нереализации прав потерпевшего я во всяком случае не вижу. К сожалению, практика у нас происходит немножко из другого. Исследователи зачастую отказывают потерпевшим в предоставлении именно процессуальных документов, которые потерпевшие потом в дальнейшем желали бы обжаловать в судебном порядке. Практика неоднозначна. И иногда из жалобы потерпевшего очень сложно установить, что же он хочет. Он пытается обжаловать сразу все. И, наверное, вот именно это порождает неправильное определение предмета жалобы, порождает и не совсем, скажем так, соответствующую закону практику. Ну вот анализ практики показывает, что чаще всего обжалуют потерпевшие. В порядке статистов 25-е. Это решение об отказе в регистрации заявления о преступлении, бездействие органов, следящих проверочные действия или ненадлежащую проверку, или вообще не проведение проверки по его заявлению в стадии возбуждения уголовного отдела, на постановление об отказе в возбуждении уголовного отдела, на бездействие органов в стадии расследования, которые, по мнению потерпевших, не проводят вообще расследования, на игнорирование следователем ходатайства потерпевшего. Вот это самая сложная ситуация, когда потерпевший заявляет ходатайство, а следователь вообще никак не реагирует. То есть он не удовлетворяет и не выносит решения об отказе. Это, кстати, самая распространенная ситуация по тем жалобам, которые поступают непосредственно в суд. Но, собственно говоря, вот постановление Пленного Верховного Суда о практике рассмотрения судами жалоб в порядке ст. 125, в качестве как бы уточнения такого точечного предмета рассмотрения жалоб в порядке ст. 125, как раз таки это все и указывает, они вот прям уточняют, что может быть обжаловано потерпевшим в порядке ст. 125. Ну, сам отказ признания лица потерпевшим, отказ в приеме сообщения о преступлении, бездействие при проверке этих сообщений, непредоставление заявителя для ознакомления материалов проверки, проведенных в порядке ст. 44, по результатам которой принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела или материала прекращенного уголовного дела, восстановление при остановлении предварительного расследования, отказ прокурора Возбуждение производства по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств. У нас в постановлении Пленного Верховного Суда достаточно широкий объем обстоятельств, которые могут быть обжалованы потерпевшим, оно очерчивает. Но вот, к сожалению, наиболее такой проблемой, наверное, долгое время существовала практика, когда суды отказывали в приеме жалобы потерпевшего в ситуациях, когда заявление и сообщение о преступлении органами расследования расценивалось не как заявление о сообщении преступления, а как обращение гражданина. В порядке 59-го федерального закона, а не в порядке статей 143, 144, 145 УПК. Да, это тоже регламентировано ведомственными нормативными актами, в соответствии с которым, вот если сотрудник правоохранительного органа не видит в заявлении и сообщении о преступлении сведений, указывающих на признаки преступления, то в этом случае он сам решает, что это просто обращение гражданина и направляет это обращение гражданина в соответствующий орган. Ну вот в качестве примера я приведу здесь ситуацию, когда в качестве заявителька обратился в суд с жалобой в порядке стати 125, в которой просил признать незаконными решения руководителя Нагатинского межрайонного отдела следственного управления по Южному административному округу ГСУСК России по городе Москве о направлении в префектуру поданного к заявлению о совершении должностными лицами префектуры преступления. То есть получается, что лицо подает заявление о том, что конкретные должностные лица префектуры совершили преступление, а это изъявление отправляется тем же самым должностным лицам. Распространенная ситуация. Суд апелляционной инстанции, отменяя принятые судом первой инстанции решение, указал, что по смыслу закона, к затрудняющим доступ граждан к правосудию, следует относить такие действия должностных лиц, ограничивающие право граждан на участие в доступном производстве по уголовному делу, который создает гражданину препятствие для дальнейшего обращения за судебной защитой нарушенного права. И к таким действиям, бездействиям, относится отказ в приеме сообщения о преступлении либо бездействие при проверке такого сообщения. Исходя из этого, это решение было отменено и направлено на новое судебное рассмотрение. То есть, во всяком случае, такая жалоба должна быть принята и рассмотрена по существу. Другое дело, как она будет рассмотрена. А вот как она будет рассмотрена, это тоже такая практика. Очень важный вопрос в практике, потому что я вас перебью, но в практике, обращаясь к таким жалобам, порядка 125, суды же не могут вникать в вопрос наличия состава преступления и доказанности. Они только вникают в вопрос наличия признаков этого состава. И тут тот материал, который предоставляет следователь суду, бывает очень-очень ограничен. И увидеть все признаки, кроме как наличия заявлений, тех документов, которые сам потерпевший, пострадавший или лицо, считающее себя таковым, представило, это может быть минимально, потому что не имея доступа к каким-то информационным базам и так далее, потерпевший не может представить основной объем доказательств. И вот это вот очень сложно в практике. Да, но при этом для того, чтобы у потерпевшего была такая возможность, чтобы он отстоял свою точку зрения, что его заявление все-таки касается признаков состава преступления и должно быть проведено, по крайней мере, судебное заседание. И это должно быть рассмотрено и предоставлена возможность потерпевшему привести дополнительные аргументы. И по этому поводу я хочу сказать, Софья, все не так плохо, потому что у нас тоже, благодаря решениям Конституционного суда, постановлению Плену Верховного суда, вот в порядке рассмотрения жалоб по статье 125, это были внесены изменения 28 июня 22 года в это постановление Плену Верховного суда, то есть свежие. Там сказано, что при поступлении жалобы на отказ в приеме сообщения о преступлении по мотиву отсутствия в нем сведений об обстоятельствах, указывающих на признаки преступления, судья должен проверить, в частности, обратился ли заявитель в соответствующие органы с сообщением о совершенном или готовящемся деянии, или подал иное обращение, которое не требует регистрации и проверки по правилам, установленных статьями 141 и 144. То есть о чем говорит Плену? Что судья должен взять вот это первоначальное заявление и сообщение о преступлении потерпевшего и сам посмотреть, есть ли нам признаки состава преступления, или нет там признаков состава преступления, но я хочу сказать, исходя из собственной практики, мы очень часто отменяем такие решения суда, когда он либо отказывает вообще в приеме заявления, либо отказывает в удовлетворении требований потерпевшего по тому основанию, что там нет признаков состава преступления, когда судья апелляционной инстанции все-таки там усматривали. Я позволю себе маленькую ремарку. Чаще всего это происходит, когда потерпевший не может назвать конкретного подозреваемого лица или лица, причастного к совершению преступлений. И тогда суды, видя даже какие-то формальные признаки, суды первой инстанции зачастую отказывают заявителям вот в этих обращениях порядка 125. Да, вот у меня тоже в практике такое бывало, и приходилось доходить до судоподобляционной инстанции, чтобы отраживствовало справедливости, права потерпевших были защищены. Но самое ужасное, что действительно обращаясь к правоохранительные органы с потерпевшими, сопровождая их при этом, невозможно зачастую добиться получения талона уведомления с номером КОРСП, это Следственный комитет КОРСП, о том, что это действительно заявление о совершенном преступлении, а не просто обращение. И вот с самого первого момента подачи этого в дежурную часть или же в дежурному следователю Следственного комитета и начинается вся проблематика. Да, надо сказать, чтобы защитить потерпевшему свои права, действительно, это все начинается со стадии возбуждения уголовного отдела. Именно здесь потерпевшему нужно проявить настойчивость и даже, может быть, некоторую такую наглость, поскольку здесь очень важно показать все признаки состава преступления и необходимость возбуждения уголовного отдела, поскольку наша система работает таким образом, что сначала правоохранительные органы делают все, чтобы не возбудить уголовное дело, но если так вдруг случилось и они возбудили, они делают все, чтобы его не прекратить. Вот такая вот закономерность. То есть наибольшая активность потерпевший должен, конечно, проявить свою и позицию гражданскую. На первоначальной стадии. На первоначальной стадии возбуждения уголовного отдела. Тогда можно я вам задам вопрос следующего характера. Расскажите, пожалуйста, как реализовать право потерпевшему на обжалование постановления об отказе в возбуждении, если следователь-дознаватель отказывает потерпевшему в выдаче указанного постановления об отказе. И приходится обжаловать несуществующее постановление, обращаясь в суд жалобой, прошу их выдать, ознакомить, а также признать незаконным. Но мотивов, почему признать незаконным, потерпевший не может указать, он его в глаза не видит. Ну вот, к сожалению, несмотря на то, что потерпевший у нас является непрофессиональным участником процесса, здесь нужно, я бы рекомендовала ему все-таки обратиться к профессиональным участникам процесса, потому что самому потерпевшему очень сложно бывает определить последовательность действий и сформулировать требования. То есть зачастую потерпевшие приходят в суд с жалобой, говорят, вот отказано в возбуждении уголовного дела, когда отказано, не знаю, где не знаю, кем не очень знаю, предоставить какую-то информацию суду, для того, чтобы суд мог обратиться в соответствующий правоохранительный орган с запросом о постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела. Во всяком случае, потерпевший должен предоставить информацию о том, куда он обращался с заявлением о сообщении преступления. Если у него выдали талон уведомления, все-таки там должен быть номер КУСП материала и номер регистрации его заявления и сообщения преступления. По какому поводу он обращался с заявлением и сообщением о преступлении и какой правоохранительный орган вынес такое решение. В этом случае у суда будет возможность запросить эти сведения, и само постановление об отказе в возбуждении уголовного дела непосредственно в этом органе. Но я бы рекомендовала потерпевшему сначала все-таки пойти по другому пути и обратиться с письменным ходатайством в тот орган, который отказал в возбуждении уголовного дела, в выдаче ему этого постановления об отказе в возбуждении уголовного дела. Это ходатайство или заявление должно быть обязательно зарегистрировано, то есть должно быть подтверждено, что он обращался. То есть просто какие-то телефонные звонки, к сожалению, не имеют такого доказательственного значения. И когда он не получит никакой реакции вообще, а в соответствии со статьями 121 и 122 главного процессуального кодекса ходатайства, любое ходатайство должно быть рассмотрено немедленно, что редко бывает, но не позднее, во всяком случае, трех суток, то в этом случае уже потерпевший может обжаловать либо бездействие, предоставив в суду вот это свое ходатайство о предоставлении ему постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, либо если ему все-таки будет предоставлено само постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, он получит возможность непосредственно его обжаловать в суд. Вот этот второй путь, он плодотворнее и предоставляет больше возможностей для суда, скажем так, более эффективно рассмотреть жалобы потерпевшего. Здесь еще вот какая сложность, по статье 125 это проблемы, здесь у нас вопросы распределения бремени доказывания, поскольку чаще всего по статье 125 обращаются непрофессиональные участники процесса, они не всегда имеют представителя профессионала-адвоката, это касается обвиняемых подозреваемых и потерпевших, и поэтому, на мой взгляд, возлагать обязанность доказывания на потерпевшего это неправильно. Но это только на мой взгляд. Я с вами более чем согласна, и считаю, что все-таки в уголовном деле адвокатская монополия должна быть и с подозреваемым и обвиняемым, и с потерпевшим, как во многих судах мира, не могут люди явиться в суд, уголовный суд, без законного представителя-адвоката, соответствующий лицензией и удостоверением. Вот тут я с вами полностью согласна. Да, это да, но при этом не нарушает ли это право на равенство всех перед законом и судом, потому что не у всех есть возможность оплачивать адвоката. А по статье 125, скажем так, в судебные издержки включаются только те жалобы, могут быть включены те жалобы, которые касаются все-таки в большей степени подозреваемого, обвиняемого, а не потерпевшего. И вообще включение вот этих расходов потерпевшего, которые не затратили на адвоката при оказании ему юридической помощи при обжаловании в порядке статьи 125, очень сложно проходит в судах, я хочу сказать. Они очень тяжело признаются судебными издержками. Да, я скажу, это будет единичная практика признания их судебными издержками, потому что если действительно прошел огромный объем работы и неоднократно рассматривался так, в одном единичном обращении я даже не видела такой практики. Да, и вот в этом пока вот такой устоявшейся практики нет. Именно поэтому, мне кажется, именно суд должен взять на себя защиту прав потерпевшего, как бы восполняя невозможность защиты прав потерпевшего его профессиональным представителям. Поэтому обязанность доказывания того, что не нарушены права потерпевшего, должна лежать на тех должностных лицах действия, которых обжалуются. То есть они... Очень согласна. Такого понимания пока однозначного даже в науке нет уголовно-процессуального права, но я хочу сказать и на практике тоже. Расскажу просто из практики. Когда потерпевший обращается с заявлением, прошу предоставить мне какой-либо соответствующий профессиональный документ, в том числе постановление об откате, ему я видела ответы, направленные следственными органами. Ранее такого-то числа вам было направлено соответствующее постановление. И когда он это обжалует прокурору, прокурор, отказывая в удовлетворении жалобы, говорит, что вам уже оно было направлено. И в материалах проверки или в материалах дела имеется сопроводительное письмо о том, что оно было вам направлено. И вот этот немного замкнутый круг приводит к тому, что люди, не добившись защиты своих прав, идут в суд. Знаете, я, с вашего позволения, остановлюсь на очень интересном постановлении Конституционного суда 18-П от 12 мая 2022 года. И этим постановлением была рассмотрена Конституционность части 1 статьи 42 УПК Российской Федерации. Мы знаем, что это права потерпевшего. Значит, оспоренным законоположением Конституционный суд признал, что часть 1 статьи 42, это действительно тоже отказное постановление Конституционного суда, но он признал, что часть 1 статьи 42 УПК РФ не противоречит признанию потерпевшим лица по статье фальсификации доказательств. То есть, если следователь или дознаватель будут признаны виновными в том, что они фальсифицировали доказательства по конкретному уголовному делу, по которому лицо признан судимым, обвиняемым, подозреваемым, либо уже имеется приговор суда по этому делу, но это, так как это дело является публичное, и потерпевшим может быть признан то лицо, в отношении которого были фальсифицированы доказательства. И, скажем так, вкупе к этому постановлению Конституционного суда, плену Верховного суда в своем постановлении номер 20 от 28 июня 22 года о некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях против правосудия, также подчеркну право потерпевшего быть именно признанным потерпевшим по 301-303 статьях Уголовного кодекса Российской Федерации. Также, с вашего позволения, хотела обратить внимание, что Конституционным судом Российской Федерации в 23 году, в марте, тоже было вынесено отказное постановление по жалобе Стрелкова Федора Викторовича о нарушении его прав статьи 125. И тут он указывал, что он обратился в суд, обжалая действия следователя, который отказал ему в признании его потерпевшим по уголовному делу о мошенничестве. Гражданин положил свои деньги в банк, на банковский счет, сотрудниками банка денежные средства были выведены, сотрудники банка привлечены к уголовной ответственности, однако потерпевшим признано АСВ, агентство по страхованию вкладов, а потерпевший, потерявший свои деньги в этом банке, не признан потерпевшим. И тут позиция Конституционного суда сказала о том, что, извините, ваше дело пересмотру не подлежит, но часть первой статьи 42 не препятствует признанию лица потерпевшим, если вы докажете, что именно этим лицом был причинен вам вред. Вред был причинен в данном конкретном случае лицом именно банку, и хищение было направлено на хищение банковских средств. Так что вот такие вот проблемы у наших потерпевших возникают, и действительно Конституционный суд это махину проблем разгребает по мере возможности, и я могу сказать прямо огромную благодарность за то, что те тонкие моменты, которые потерпевшие никак не могут регулировать в рамках обычного уголовного производства, даже уголовного судопроизводства, они разрешаются в Конституционном суде и зачастую именно в защиту прав потерпевших. Да, но при этом я бы хотела сказать, что вот нашим правоохранительным органам и судам всегда нужно помнить, что у нас одной из важнейших задач и назначения уголовного судопроизводства является восстановление и защита прав потерпевших. Потому что весь наш уголовный процесс выстекает из того, что государство обязано защищать своих граждан от преступных посягательств. Он, собственно говоря, и создан для того, чтобы восстанавливать права потерпевших. Здесь по уголовным делам я иногда вижу, какую активную позицию занимает потерпевший. Они иногда находят свое имущество, которое, например, похищено. Рассказывают, где его можно обнаружить, каким образом с помощью этого устраиваются оперативно-розыскные мероприятия для того, чтобы в том числе застигнуть лицо, совершившее преступление, так скажем, рядом с этим имуществом. И потерпевшие существенным образом могут повлиять на эффективность расследования. А самое главное, нужно признать, что они имеют право на эффективное расследование. Они имеют право на то, чтобы их интересы защищались. Я бы хотела обратить внимание также на решение конституционного суда. Они достаточно, скажем так, ранние, еще начиная с 2007-2008 года. Потому что именно тогда как-то остро стала проблема, когда выносилось постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Потерпевший обращался с жалобой в суд. Узнав об этом по запросу суда, руководитель следственного органа или прокурор отменяли это постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Суд прекращал производство. Тут же выносилось постановление опять об отказе в возбуждении уголовного дела. Не проводились никакие проверочные мероприятия, и это было бесконечно. Я хочу привести пример из собственной практики. У меня однажды была такая жалоба по статье 125, где было 9 томов. Постановление об отказе в возбуждении уголовного отдела их отмен. Да, там было сложное экономическое преступление, там очень сложны были, но это было бесконечно. И вот Конституционный суд поставил точку и сказал о том, что часть 6 ст. 148 не предполагает произвольную многократную отмену прокурорам, а также руководителям следственного органа по одному и тому же основанию постановления об отказе в возбуждении уголовного дела. А в следующем определении, уже более позднем, от 12 марта 2019 года, Конституционный суд уточнил, что руководитель следственного органа, следователь, орган дознания, дознаватель не вправе повторно принимать решение об отказе в возбуждении уголовного дела на основе тех же фактических обстоятельств. С опорой на те же материалы проверки сообщения преступления, обязаны после устранения выявленных нарушений вновь оценить как фактическую, так и правую сторону дела и принять новое процессуальное решение. Учитывая, что основанием для возбуждения уголовного дела является наличие данных, указывающих на признаки преступления. О чем говорит Конституционный суд? Он говорит о том, что вот эта бесконечная отмена, она невозможна, но в том случае, если после отмены постановления об отказе в возбуждении уголовного дела будет проведена дополнительная проверка и все возможности исчерпаны, то в этом случае возможно внесение постановления об отказе в возбуждении уголовного дела. И в этих случаях, если раньше суды однозначно прекращали производство, увидев постановление об отказе возбуждения уголовного дела, то сейчас опять же в 2022 году были внесены очень важные изменения, где было сказано о том, что суды обязательно должны проверить, каким образом выносилось постановление об отказе возбуждения уголовного дела, если были предыдущие отказы возбуждения уголовного дела. И проводились ли проверочные мероприятия, получена ли новая информация. И, соответственно, это опять-таки не обязательное прекращение производства по жалобе потерпевшего или отказ в приеме жалобы, а именно рассмотрение дела по существу. То есть здесь очень важно, что суд в порядке судебного контроля стал вдаваться не только в формальные признаки, но и в существо отказа. Мне кажется, это очень большое завоевание. Очень большое. У меня из практики мы более 10 раз обращались с жалобой на отмену постановления об отказе возбуждения. И каждый раз основанием, одним из оснований, невозможно опросить лицо, которое потерпевший подозревает в совершении преступления. И мы обратились в суд, оно тут же было отменено, и прокурором было в порядке 37-й вынесено постановление. Суд нам отказал, потому что уже и отменено, и прокурором приняты меры. Но даже после постановления прокурора в порядке 37-й нам отказали в возбуждении уголовного дела. И пришлось идти дальше. Но здесь я хочу сказать, что во многом еще здесь действует то правило, которым руководствовались в том числе и международные правые органы. И вот теперь нам не указ, который Европейский суд по правам человека. Но, к сожалению, суды должны исходить все-таки из добросовестности сотрудников правоохранительных органов. Это вот в той ситуации, когда если направлено, есть сопроводительное письмо в материалах о том, что направлено там постановление об отказе в возбуждении уголовного дела потерпевшему, мы не можем этому не верить. В этом случае здесь возможна ситуация, когда так же, как по извещениям, по уголовным делам лицо считается извещенным, когда есть подтверждение того, что оно получило извещение. И здесь тоже лицу направлено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, когда есть подтверждение того, что оно получило его. Благодарю вас за столь содержательную беседу, за раскрытие всех этих тонкостей. Благодарю вас за статью и надеюсь на вашу новую публикацию. Я смогу вас опять пригласить быть нашим гостем в нашей программе. Спасибо огромное. Всегда очень приятно сотрудничать с журналом «Уголовные процессы». Вот теперь познакомились с вами. Я вам желаю дальнейших успехов. Журнал великолепный, практически ориентированный и очень востребованный, в том числе и среди судей. Благодарю вас и всего хорошего. До новых встреч. Спасибо большое. Субтитры подогнал «Симон»!